всем привет кто заглянул на канал продолжаем серию именно панда и в этом ролике будет окружение немного примитивной даже не немного а очень примитивно все это будет потому что слабый у меня ноутбук все что он может вот я вам показываю хотелось бы больше текстур больше качества но он начинает глючить зависать буду уже копить деньги на новую технику спасибо всем кто участвует в жизни канала и указывает на недочеты именно в роликах как это все дело исправить для этого я канал создавал ну и погнали рассмотрим что получилось за браж 2019 я сделал окружение текстуры слишком прорабатывать не стал потому что приходится уменьшать полигонаж потому что у меня не тянет именно ноутбук все погнали файл открываем импорт и находим вот эти вот все части интерьера которые были сделаны так первым делом откроем стена с крышей импорт вы видите насколько он тяжеловато все это дело подгружает ну вот такая вот стена с крышей качество конечно очень гадкая ну потому что все облегчено так следующая деталь добавляем импорт обж будет стена с окном так стена и окно ждем все сработало вот уже две стены ну и теперь остальные детали так теперь у нас идут пол следующая деталь это у нас бамбук бамбук вот там ну и теперь деталь стол и стул импорт так это у нас тут вот это стул а вот это у нас стол погнали вот теперь выделяем все вот эти части через shift 7 на нам ради и нужно все это дело перекрутить сейчас он умею немножко подумает что-то с ним случилось так сейчас я панду отключу так это у нас выделяем теперь пол через shift стена через shift стена и через shift стул 7 на нам ради и жмем r перекручиваем все это вот таким вот образом и теперь с английской прибавляем и немножко вот молом это дело уводим вот сюда смысл чем чтобы панда заходил именно в дверь так только на нам ради ну и опять же молом вот так все приподнимаем так бамбук не выделил поднимаем делаем ему с немножко его к стене и немножко к верху так теперь семерка на нампаде вот он бамбук и немножко его вот сюда к стенке и перекручиваем и подгоняем вот так теперь можно нажать shift д и немножко вот сюда его еще бамбук тащить в эту сторону вот таким образом теперь займемся столом вот так все семерка на нампаде с английской сделаем чуть чуть побольше панда он большой а стол должен быть поменьше ну где-то вот так так его теперь стол семерка на нампаде уведем в бок вот сюда и немножко вперед вот таким вот образом теперь shift d ставим сюда стол и теперь перекручиваем ну и ставим его где-то вот ну вот сюда вот так еще один стол shift д в угол как на картинке жмем с уменьшаем это посуду посуду я не стал делать потому что уже предел у меня где-то вышел миллион триста полигона так теперь закидываем сюда стул файл импорт и об и стул теперь так камеру пока можно отключить и источник света тоже чтоб не мешал так смотрим где что появилась вытягиваем вот сюда поднимаем к верху ну и с прибавляем в размере ну стул должен конечно меньше делаем с еще чуть чуть меньше и устанавливаем ну где-то вот сюда вот 7 на нампаде shift d еще один стул сюда и shift d еще один стул сюда shift d можно еще вот сюда стульев добавить для посетителей смотрим тройка на нампаде все вроде на полу стоит все вроде нормально так теперь нужно добавить именно листья вот этого вот бамбука импорт вот так вот и добавляем листья бамбука уже пятьсот двадцать три вот уже по баля 338 грани 340 тысяч вершин так вот это все выделяем вводим все в бок и немножко с немножко перекручиваем r семерка на нампаде немножко r еще р и вот сюда уже к бамбуку подставляем немножко уводим в бок чтобы более-менее он тут распределился теперь единицы на нампаде и shift d вот сюда вот так ставим бамбук его можно именно по симметрии по иксу развернуть вот так вот ну и подгоняем конечно к бамбуку вот так еще немножко бамбука shift d вот сюда добавим рядом так вот таким вот образом ну и можно shift d бамбук 1 сюда добавить или даже если отсюда камера будет смотреть то лучше вот в эту сторону ну и немножко с чтобы был побольше бамбук вот так его ставим вот сюда за стенку ну и копируем листья опять же shift d ставим сюда и здесь можно их уже еще прям побольше g g и и мол вот сюда вот так вот немножко r перекрутить и вот так вот поставить так вот нету текстуры на листьях задавали вопрос как это все дело сделать сейчас будем рассматривать заходим в шейдинг и вот у нас здесь есть шейдинги вот эти вот в папке находим теперь развертку и вот так вот и выделяем и тянем именно на программу бросаем сюда и вот подсоединяем вот теперь у нас нормальные листы раскрашены если их делать еще ниже полигонаж то они вообще распадаются в комок превращаются ужасные поэтому вот в таком виде весят они где-то 15 тысяч полигонов пробовал сделать меньше ну там уже без вариантов месива вот за счет них здесь вот уже полигонаж 996 тысяч так ну все на этом пока остановимся здесь еще можно закинуть именно посуду закинуть какие-то картинки там текстуры стены можно песчаной сделать ну и давайте вот сделаем теперь текстуру вот этого вот пола она покрашенная уже цвет имеет ну давайте текстуру наложим так сначала нажмем с уменьшим пол и немножко все это дело вот сюда вот так вот подвинем ну и конечно к панде как без него то чтоб стоял на полу опять заходим в шейтинги и повторяем то же самое вот здесь есть у меня просто уже текстура я ее просто заменю нажав на папку и найдя вот эту вот текстуру скачана ну такая вот текстурка развертка здесь все сделано поэтому текстура применилась так ну вот получается в таком духе еще конечно добавить небо добавить каких-то деталей но тут вопрос еще вот состоит в чем вот такая исходная картинка вот такие тут столы посуда бамбук вот есть еще светильники китайские задний план там крыша с бамбуком и вот так все это дело должно выглядеть разворот вот именно вы видите что окно где находится вот она и вот как все здесь развернуто давайте смотреть получится это сделать нет такой же ракурс если вот мы ставим камеру где-то вот тут вот так то окно должно уходить в бок вот таким вот образом тогда не видно именно вот этого бамбука но там картинка именно вытянутая наверное делалось как-то по-другому ну можно камеру растянуть на крайняк находим камеру включаем ее вот она появляется выбираем ее теперь немножко G ставим где-то вот этот угол немножко G ее опускаем и немножко R перекручиваем немножко G смотрим 0 на нампаде как это все дело будет ну в принципе вот где-то вот такой вот ракурс должен быть можно немножко тут еще вот чуть-чуть камеру вот так вот повернуть и вот такой вот получается вот такая картинка здесь также можно камеру немножко сплюснуть сделать вытянутой это вот заходим вот сюда так смотрим вот это вот и разрешение по вот здесь можно вот здесь можно ее немножко вот так вот сплюснуть где-то вот таким образом ну и немножко растянуть так растягивается уже соотношение так это вот таким вот образом ну где-то вот так вот узко вот так вот можно сделать чуть-чуть в таком духе ну в принципе нормально тут в настройках надо посмотреть нажимаем здесь вывод на рабочий стол выбираем будем сохранять сейчас то а рендер принять вот прописывается именно рабочий стол 0 на нампаде и нужно добавить свет находим лифт включаем выбираем его находим вот эту настройки света и выбираем солнце ставим где-то ну давайте 150 enter и оттенок нужно поставить ну раз у нас песчаный то немножко такого синего вот синий оттенок поставим выбираем теперь вот этот вот свет нажимаем и ставим его где-то ну вот в этот бок вот таким вот образом немножко поднимаем кверху теперь перекручиваем и ставим вот сюда чтобы он сверху как бы светил вот так и немножко его вот так поднимаем 0 на нампаде здесь вот панда ну и давайте рендер сделаем рендер рендер рендеринг изображения ждем ну вот со светом немножко перебор нужно его подгадывать и вот тут еще панда глубоко сидит надо с ним еще поработать в целом Вот такой вот получился. И вот этим делом, если еще добавить сзади что-нибудь, там здание какое-то хотя бы нарисованное, добавить небо, купол, ну вот как делали, если кто-то делал, вот в ролике я показывал как остров сделать. Ну вот таким образом можно студию здесь сделать. Вот таким макаром побольше деталей, каких-то тарелок, чашек, колясок, фонарей китайских. И будет классно. Ну давайте посмотрим, как теперь с анимацией, примитивной конечно, ну сделал для ролика, по-быстренькому. Ну здесь вот в таком все духе, вот такой вот ракурс. Ракурс, конечно, можно переделать, но так как панда у меня заходит под анимацию, тут вроде какую-никакую сделано, то вот такой вот угол. Ну давайте посмотрим, что получилось. Жмем play. Немножко увести вот таким вот образом. Ну и вот так он заходит и должен пройти мимо столов. Но потом что-то у меня пошло не так, тут тоже косяков валом. Буду это дело уже подтягивать потихоньку, без роликов. Ну вот так он становится, руки поднимает и должен так между столов пройти. Чтобы не зацепить их. Так, немножко сейчас его выберем в позу. Где-то вот так пусть постоит. Ну и давайте посмотрим рендер. Ну таким вот образом, вот такой получился рендер. Тут, конечно, еще настроить надо многое, что, ну ничего так. В принципе и столы нормально смотрятся, и пол, и стены. Вот единственное, что вот эта стена, где стоит панда, должна чуть-чуть затемнена быть, на источник света изменить угол. Ну вот что-то в таком плане. Так, все всем пока. Некоторое время, не знаю, сколько роликов не будет. Это вот пока завершающий ролик, именно по серии панда. Все, что нашел, именно включил в эти ролики. Пусть даже примитивно, но хоть какая-то информация, которой в интернете в принципе нет. Это мои эксперименты, на базе той информации, которую я нашел именно в YouTube у авторов канала. Все, всем пока, до свидания. Продолжение следует...